В этом выпуске я расскажу о семи главных военных союзниках России. А ты обязательно напиши в комментариях свое мнение на эту тему. Погнали! На седьмом месте Африканское направление. После распада Советского Союза российское влияние в Африке ослабло. Но с 2000-х годов Москва снова начала интересоваться континентом. А первый саммит «Россия-Африка» в Сочи в 2019 году ознаменовал ее возвращение. Очевидно, что Африка интересна Москве как регион с богатейшими ресурсами, где рост влияния России мог бы хоть частично компенсировать ей проблемы, связанные с нарастающим противостоянием с Западом. Российские военные чиновники и политтехнологи вовсю работают уже как минимум в 25 африканских странах. В первую очередь в Центрально-Африканской республике, Ливии, Северном и Южном Судане, на Мадагаскаре, Ванголе, Чаде, Камеруне, Гвинее, Зимбабве и Демократической республике Конго. Россия уже несколько лет довольно умело подогревает антизападные и антиколониальные настроения в африканских странах. «Газпром» все активнее работает в Алжире, несмотря на недавнюю смену власти в этой стране, а также в Ливии. Крупнейший в мире производитель алмазов российская группа «Алроса» продолжает свои разработки в Анголе. Алюминиевый гигант, объединенная компания «Русал» вовсю добывает бокситы в Гвинее. Норникель, северсталь и золотодобывающие «Нордголд» активно действуют в Южноафриканской республике, на Мадагаскаре, в Гвинее и Буркинофасон. Естественно, что всему этому капиталу нужна военная охрана и лояльные правительства. Этим-то Москва и занимается активно на африканском континенте. Небольшое отступление. 23 июля мне пришла серебряная кнопка от Ютуба в честь 100 тысяч подписчиков. Весь процесс занял примерно месяц, а доставка длилась в течение 10 дней. Хочу еще раз всех вас поблагодарить, друзья мои. Очень круто, что мы все вместе. Нас теперь целых 100 тысяч боевых юнитов. Целая армия. Проект «Арми-блок» продолжит развиваться. Дальше будет еще интересней. Ну что, погнали дальше? Шестое место. Казахстан. Республика Казахстан является непростым партнером России. Это крупное по территории государство, занимающее стратегически важное положение в центре Евразии на пересечении важных транспортных и торговых путей. Несмотря на членство в ОДКБ, союзником Российской Федерации Казахстан можно считать лишь весьма условно. Союзнический статус отношений с Россией не закреплен в военной доктрине страны. Более того, часть казахской власти считают Россию одной из гипотетических угроз своей национальной безопасности. Вместе с тем, огромная протяженность слабо оснащенной российско-казахской границы делает для России крайне невыгодным разрыв отношений с Казахстаном или внутреннюю дестабилизацию страны. Именно поэтому Москва взяла на себя обязанность в помощи решения возможных межэтнических конфликтов, внутренней политической нестабильности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком. К тому же на территории Казахстана находится российский военный полигон Сары-Шаган для средств стратегической противовоздушной обороны. С учетом всех рисков, сохранение даже нынешнего уровня отношений с Казахстаном является для России весьма приемлемым вариантом. Пятое место. Киргизия. В отличие от российско-казахских дел, будущее российско-киргизских отношений представляется имеющим все шансы на укрепление экономических связей. После вывода американской базы в Манасе, Соединенные Штаты во многом утратили интерес к стране. При этом Россия по-прежнему остается главным донором всей военной организации Киргизии. Страной, где обучается основная часть ее военных кадров. А в случае акций со стороны исламских боевиков – союзникам, который придет на помощь в первую очередь. Дислокация формирований силовых ведомств Киргизии отчетливо демонстрирует две главные угрозы безопасности. Это повторение государственных переворотов в столице и вторжение исламских боевиков по типу 1999 года на юге страны. Впрочем, в настоящее время обе угрозы не стоят еще так остро. Вполне возможно, благодаря совместной работе российских и киргизских спецслужб. На четвертом месте главных союзников находится Таджикистан. Таджикистан является самой бедной страной бывшего Советского Союза. В сфере безопасности у этой страны есть серьезные внутренние, так и внешние угрозы. Причиной внутренней нестабильности является крайняя бедность на фоне концентрации всех ресурсов у правящей верхушки. А также избыток безработной молодежи, являющейся питательной средой для радикального исламизма. В области внешней безопасности основным фактором является будущее Афганистана, которое трудно предсказать. Победа там талибов неизбежна, а это потребует усиления российского военного присутствия в Таджикистане и в регионе в целом. Нынешние власти страны вряд ли будут препятствовать росту российского влияния. Москва готова решительно задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников по ОДКБ. Третье место! Армения Одним из главных военных партнеров России является Армения. Москва сохранила серьезное военное присутствие на территории страны, а Ереван поддерживает позицию Кремля в международных организациях, таких как ООН. Следует особо отметить факт отправки Армении саперов и медиков в Сирию в рамках гуманитарной миссии. Неправильным было бы считать, что российско-армянские отношения являются абсолютно безоблачными. Однако стоит отметить, что отношения России и Армении выдержали приход к власти прозападных сил в 2018 году. Свидетельством чему служит продолжающаяся реализация различных проектов, а также продолжение военно-технического сотрудничества. Особо подчеркну, что многие несмышленые граждане считают, будто Россия должна была помочь армянам в войне за Нагорный Карабах осенью 2020 года. Однако Нагорный Карабах признается всем миром территорией Азербайджана, и потому военная помощь Армении в этом случае считалась бы преступлением. Для Армении партнерство с Россией рассматривается как гарантия защиты от потенциально-катастрофического сценария одновременной войны с Турцией и Азербайджаном. При этом Россия сохранила существенное военное присутствие на территории республики. Несмотря на ряд сложностей, на данном этапе отношения двух стран продолжают успешно развиваться в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Но дальнейшее развитие сотрудничества будет зависеть от политики руководства Армении. На втором месте находится Сирийская Арабская Республика. Отношения России с Сирией складывались с 2011 года по мере эскалации внутреннего конфликта и со временем переросли в союзнический статус. Это признается руководством обеих стран и воспринимается как данность на Западе и в самом регионе. Примечательно, Сирия – не затукающим конфликтом между сторонниками режима Асада и его противниками. Прямое вступление России в конфликт в 2015 году по просьбе самого президента Башара Асада было закреплено в виде межправительственных соглашений, предполагающих вполне конкретные обязательства с обеих сторон. Москва и Дамаск заключили соглашение об использовании авиагруппы России, базы Ихмеймим, бессрочно и безвозмездно. По договору российская сторона может ввозить и вывозить на территорию Сирии любое вооружение, оборудование и материалы, а также пользоваться дипломатическим иммунитетом, а отвечать при этом за все будет сирийское правительство. Стороны при этом не имеют юридических обязательств, предписывающих им вступать в войну в случае агрессии третьей стороны в отношении союзника. Но в их распоряжении большой набор инструментов сотрудничества, от координации дипломатических выступлений и поставок военного имущества, до совместного ведения бывых действий. Российско-Сирийский союз содержит и постоянные, и краткосрочные элементы, легко трансформируются в зависимости от политической задачи. При этом Россия имеет военные договоренности и с оригинальными державами, с Турцией и Ираном. В некоторых ситуациях страны также работают совместно для достижения общих целей, если такие возникают. И, наконец, первое место! Республика Беларусь. Беларуси в отношениях с Россией занимает особое место. Страна для России исключительно важна в контексте противодействия расширению НАТО. Белоруссия препятствовала созданию сплошной полосы враждебно настроенных к России государств между Балтийским и Черным морем. Однако говорить о государстве как о сателлите России или сфере ее влияния затруднительно. Минск стал одной из немногочисленных постсоветских столиц, которые сделали противостояние между Россией и Западом на постсоветском пространстве источником силы и средством извлечения политических и иных преимуществ. Помимо совместной работы в ОДКБ, в апреле 1997 года был подписан договор о Союзе. Документ ознаменовал этап политической интеграции двух государств, частью которой было военное партнерство. На территории Белоруссии расположены два российских военных объекта. Это радиолокационная станция «Волга», отслеживающая пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном направлении, а также 43-й узел связи военно-морского флота, который обеспечивает связь главного штаба флота с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океана. В ответ Москва снабжает союзника широким спектром вооружений. Ежегодно Россия и Белоруссия проводят десятки командно-штабных и полевых учений. В настоящее время Республика Беларусь является единственным союзником России на западном направлении. Ну а мне будет, как всегда, крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео. Посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересны. Вступай в мою группу ВКонтакте, чтобы знать еще больше самых интересных новостей. И, конечно же, подписывайся на мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Все мира и процветания.